Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в клуб романтики. У них вышла новая история. Дракула. История любви. Серия первая. Водоворот придворных тайн Османской империи, любовь и ненависть наследных принцев, а еще друзья и враги, чей возраст – вечность. Вот-вот начнется эта история, но сперва выберите образ вашей героини. Европейский, арабский, азиатский, афроамериканский, европейский. Я выгляжу отлично. Пускай начнется история. Глава первая. Новости из прошлой жизни. В этой новелле упоминаются реальные личности и события прошлого, однако сюжет является фантазийным и не претендует на историческую достоверность. В темном пустом коридоре почему-то совсем не слышно моих шагов. Зато его шаги отдаются тяжелым гулким эхом. Впереди каменная стена. Бежать дальше некуда. Он так близко, что я ощущаю на своей шее его ледяное дыхание и резко оборачиваюсь. Его рука с длинными изогнутыми ногтями тянется к крупному бриллианту лазурного цвета, сверкающему у меня на груди. Ох. Отдай. Отдай. Его шепот обволакивает, проникает под кожу. Не получишь. Никогда. Я пытаюсь заслониться рукой, чувствую острую боль от полоснувших меня ногтей. И просыпаюсь. Рука по-прежнему горела пронзающей болью. Наконец я нащупала выключатель и в тусклом свете ночника увидела три неровные кровоточащие полосы на руке. Когти. Румыния. Бухарест. Отель. Прибежище вампира. Стараясь ни о чем не думать, я на дрожащих ногах побрела в душевую. Увидев, что кровь испачкала одежду, я разделась и нырнула под душ. Стройки горячей воды побежали по телу, согревая и немного успокаивая. Я обернула полотенце вокруг тела, толкнула дверь душевой. Теперь надо найти пластырь. Прямо передо мной в полумраке стояла высокая темная фигура в капюшоне. И теперь это точно был не сон. Предстоит сделать выбор. Выбирай обдуманно, ведь каждое твое решение в той или иной степени повлияет на историю. Что делать? Ударить. Я со всей силы ударила куда-то в темноту капюшона. Ох. Он застонал, схватился за лицо. Капюшон сполз с его головы. Лучи рассветного солнца осветили его фигуру. Ну и удар у тебя? На щеке парня отчетливо виднелся след моего кулака. С ума сойти! Меня поколотила девчонка! Он откинул с лица прядь рыжеватых волнистых волос и попытался улыбнуться. Но вместо этого поморщился от боли и осторожно потрогал ушибленное место. Сильно напугал тебя, да? Извини, я Лео. Я живу в соседнем номере. У меня кот пропал. Что ты здесь делаешь? Какой к черту кот? Я перевела дыхание, бросила взгляд на свою исцарапанную руку и наконец поняла. Так значит кот? Я с вызовом посмотрела на парня и увидела, что его взгляд направлен ниже моего лица. Лео сосредоточенно разглядывал мою грудь. Эй! В этот момент я почувствовала, что полотенце на мне почти не держится и вот-вот рухнет вниз. Ох! В этот же момент рука Лео метнулась ко мне и поймала полотенце на лету, прижав его к моему телу. Я ощутила, как от его теплого прикосновения по коже побежали мурашки. Поймал! Он ловко поправил полотенце и потуже закрутил его у меня за спиной. Зажатая в его крепких руках, я совсем растерялась и, кажется, покраснела. Зато Лео выглядел так невозмутимо, будто помогала одеться младшей сестренке. Меня кольнула крошечная иголка досады. Ну вот, а теперь давай поищем Носферату. Что поищем? Кота моего? Носферату. Наверняка он забрался сюда, через балкон. Я думал, этот номер пустой, вот и полез за ним. Взгляд Лео упал на букет цветов у кровати. Лилии? Кто вообще держит в комнате Лилии? У него на них аллергия, бедняга весь чешется и очень страдает. Ах, простите, что мы не подготовились к вашему визиту. Как насчет моих страданий? Следить надо лучше за своей скотинкой. Я помахала перед лицом Лео раненой рукой. Ох, как он тебя. Это все Лилии. Он от них дуреет. Ладно, придется тебя лечить. Где аптечка? Там, в сумке. Лео усадил меня на кровать и стал аккуратно, даже нежно обрабатывать мою рану йодом. Про свою ссадину он, кажется, совсем забыл. Но я почувствовала вину. Спасибо. А теперь моя очередь быть доктором. Не двигайся. Я достала мазь от ушибов. Одной рукой взяла Лео за подбородок, а другой начала осторожно мазать его щеку. Лео молча и с любопытством наблюдал за моими действиями. От этого я почему-то ужасно смутилась. Все. Скоро будешь как новенький. Хорошо. А теперь нужно найти кота. Поможешь? Пожалуй, я... Помогу. Мне уже самой интересно посмотреть на свой ночной кошмар. Кажется, я слышала шорох там, в углу. Мы с Лео присели на корточки и стали всматриваться в полумрак под столом. Кис-кис-кис. Но сфера ту. В тесном пространстве между мебелью наши тела соприкоснулись. Я слегка потеряла равновесие и схватилась за плечо Лео. Он подхватил меня за талию. Ух. Оказавшись в его объятиях, я сразу вспомнила, как заботливо он лечил мою руку и как по-братски укутывал в полотенце. Снова накатила неловкость и досада на себя и на него. Захотелось сострить, отшутиться. Но когда я подняла глаза на Лео, все слова вдруг испарились. На этот раз в его взгляде не было ничего братского. В зеленых глазах Лео играла гремучая смесь интереса и чего-то хищного. Его проницательный взгляд, скользящий по моему лицу и телу, казался осязаемым. И от него становилось жарко. Наши лица были слишком близко. Опасно близко. Я как зачарованная смотрела на его губы. Пальцы Лео скользнули по моей щеке. Медленно убрали прядь волос с моего лица. Затем его крепкая ладонь легла мне на шею. Ах. Мяу. Из-под стола выскочило нечто и заметалось по комнате. Лео тут же подхватил кота на руки и нежно обнял. Мяу. На меня с ненавистью смотрела совершенно лысая, злобная морда. Испугался страшной тети, малыш? Не бойся это. А, кстати, как тебя зовут? Это я страшная? Скрипнула дверь второй спальни, и из нее, потягиваясь и зевая, вышла моя сестра, о которой я совсем забыла. Лео? Вы знакомы? Это брат Кэти, моей одноклассницы. Лая, что у тебя с рукой? И почему ты голая? Я... я не голая. Я вдруг поняла, что до сих пор хожу в полотенце. И правда, иди оденься уже, простудишься еще. Опять включил режим заботливого брата. Но и правда, пора одеться. В качестве извинений Лео заказал нам завтрак в номер, и вскоре мы втроем сидели на балконе за накрытым столом. Милли потешалась над нашими утренними приключениями. У него ведь куча наград по боевым искусствам, Кэти рассказывала. Правда, Лео? Ага. Понимаешь, кого ты побила, Лая? Только потрогай эти мышцы. Милли стала бесцеремонно щупать плечи Лео, приглашая меня сделать то же самое. К счастью, жалобным мяуканьем о себе напомнил кот. И Милли, забыв про Лео, кинулась тискать уже его. Мррр, мррр. Не знала, что у тебя такой классный котик. Да, он замечательный, но вот уже полгода страдает депрессией. Зоо-психолог говорит, это из-за того, что он потерял связь с корнями. Ему нужно побыть с семьей, но вся его родня в Румынии, поэтому мы и приехали. Носферату происходит из древнего княжеского рода, и мы собираемся их навестить. Фамилия его семьи, случайно, не Дракула? Нет, а почему ты спрашиваешь? Потому что твой кот... Дьявол, воплоти! Лео запомнил, что тебе не нравится его кот. Я понимаю, тебе от него сегодня досталось, но скоро ты узнаешь его получше и обязательно влюбишься. А вы по какому поводу в Румынии? О, это всё Милли. Она целый год мечтала поехать на родину Дракулы. Она обожает истории про вампиров, книги, фильмы, ещё игра эта... Рождённая Луной! А, собираетесь в Бран, замок Дракула? Нет, это аттракцион для туристов. Настоящий Влад Дракула там даже не жил. Я изучала его биографию и нашла кое-что поинтереснее сказок. Юный Влад был принцем Валахии. Смелым и добрым, его все любили. Валахия – средневековое княжество, занимавшее территорию современной Румынии. Но в 16 лет его увезли в качестве заложника ко двору османского султана на 4 долгих года. Там с ним что-то произошло, какая-то тёмная история. И вот в 1448 году Влад вернулся домой совершенно другим, чёрным, замкнутым, страшным. Говорили, что от прежнего принца осталась лишь оболочка, а внутри поселилось нечто совсем иное. Милли повернулась к Лео и с гордостью сказала. Лая всегда откопает что-нибудь эдакое. Люблю старые истории, я ведь художник-реставратор. Такая интересная работа. Да, жаль только, что занимает почти всё её время. Не понимаю, почему эта рухлядь не может подождать, пока ты проведёшь время с сестрой. Обещаю, эти две недели я вся твоя. Ещё успею надоесть. В общем, сегодня мы поедем в холодный лес, к реальному месту захоронения Влада Дракулы. Надеюсь найти там кое-какие ответы. Откуда ты знаешь, где оно? Провела маленькое расследование. Вдруг я почувствовала под столом щекочущее прикосновение к своей руке. Лео, сидящий рядом лукаво и почти незаметно улыбнулся одним уголком рта. Его ладонь легла поверх моей, полностью накрывая её. Он со мной флиртует. Это слишком рано. Лео интересный парень, но я его так мало знаю. Рановато для подобных шалостей. Помедлив несколько секунд, я осторожно высвободила руку. Лео сделал вид, будто ничего ей не было. Даже не думайте, что я пущу вас в холодный лес одних. У меня арендована машина и день свободный. Хоть будет кому вас спасать, если окажется, что тамошние вампиры только и ждут свежатинки. Ура! Чур, я на переднем сидении. Мой телефон издал протяжную трель. На экране высветилось имя босса. В трубке послышался его картавый, с истерическими нотками голос. Лая, умоляю, ты должна их забрать прямо сейчас. Но, Винсент, я в Румынии. Что случилось? Картины именно в Румынии. Чудесные полотна, закрашены гадкой строительной краской. Но мы их спасем. Ты спасешь эти... Чеф... Дэ... Чего? Простите, но я не поеду спасать никакие шедевры. У меня отпуск. Пятнадцатый век. Двор османского султана. И там изображены люди. Но тогда в Турции был религиозный запрет на изображение людей. Именно. 1448 год. Уникальные образцы. Но их хотят перехватить эти бандитс из Блум Галери. 1448 год. Османы? Скидывайте адрес, Винсент. Я выезжаю. Что? О, нет, Лая. Ты же обещала. Милли, эти картины написаны в то время и в том месте, где нечто превратило принца Влада в монстра. Я уже минут 15 ждала такси, но его все не было. Милли страшно расстроилась, но я не могу упустить такую возможность. Хорошо, что Лео согласился поехать с ней в холодный лес без меня. Пусть погуляют, развеются. Время утекало, и я начала опасаться, что быстрые ребята из Блум Галери меня опередят. Наконец, подъехала какая-то машина, из окошка послышался голос водителя. Мисс Александра, куда едем? Из магазина напротив вышла девушка и зашагала к нам. Значит, такси приехало за ней. Так, некоторые выборы усиливают значение отваги или удачи. Это ее такси, а я... Украду его. Не могу упустить картины. Да-да, я Александра. Едем в Брошов, только скорее. Я быстро села в машину и захлопнула дверь. Девушка была совсем рядом. Эй, какого черта, вылезай! Я лучезарно улыбнулась водителю. Какая-то сумасшедшая. Злится, что я купила у нее перед носом последнюю блузку. Езжайте скорее. Машина сорвалась с места, оставив Александру в клубах дыма. Какое мрачное место, так тихо, и никого нет. Музей был красивый, но старый, и какой-то совсем запущенный. Двери жалобно скрипели, со стен сыпалась штукатурка, по углам свисала почерневшая от копоти паутина. За моей спиной вдруг раздался скрипучий голос. О, кто это тут у нас? От господина Блума? Я обернулась и увидела перед собой старика с иссохшим серым лицом, покрытым бородавками. В груди неприятно защекотала смесь страха и отвращения, но я старалась не подать вида. Я от мистера Винсента, меня зовут Лайя Бёрнелл. Что ж, я предупредил обоих господ, кто первым приедет, тому и картины. Видите ли, картины продаются срочно, поэтому и цена смешная за такую редкость. Старик принес круглую тубу с тремя свернутыми полотнами и развернул одну из них на мольберте. Я тронула пальцем белый слой, закрывающий изображение. Он был очень податлив. Мне сказали, картины закрашены токсичной строительной краской, но здесь просто известь. Увы, лишь здесь. Реставрировать другие два полотна будет крайне сложно. Старик ушел за бумагами для оформления сделки, а я села в старое продавленное кресло перед мольбертом. Любопытство сжигало меня. Я нашла кусок какой-то ткани и стала осторожно стирать известь. Вскоре на полотне показалось лицо, красивый юноша с горящими серыми глазами. Угу. Значит, это будет у нас османский шахзадея. Видимо. Портрет будто гипнотизировал меня. Я была не в силах оторвать от него взгляд. В голове возникла тупая боль. Дышать стало трудно. Я поняла, что теряю сознание. Все еще было трудно дышать. Что-то сильно сдавливало тело выше талии. Ну же, Лоле, деточка, вдохни еще немного. Осталось застегнуть последнюю пуговку. Дорогая Шахихатун, я больше не могу. Кажется, я выросла из этой одежды. 1444 год. Османская империя. Дворец Султана Вадирни. Грудь так точно выросла. Ужасно неудобная штука, кстати, эта грудь. Послушай, милая, тебе уже 14. Нельзя больше носиться, как угорелая, со своим дружком Асланом. Хатун, госпожа, почтительное обращение к женщине в Османской империи. Ты больше не дитя, и Аслан взрослый юноша. Знаешь, какие у них мысли в голове? Если бы юноши были так опасны, разве нам позволили бы обучаться с ними в одной школе? Наконец, все пуговки поддались, и Лаллея радостно закружилась по комнате. А я бы не позволяла. Из чего выдумал учитель ваш? Моду новую привез мне весть откуда. Никогда такого не было, чтобы девицы и юноши до принца с пленными. Мы в одном классе. Сам султан Мурад так велел, а шех Заде Хасану нравится с нами учиться. Шех Заде сын султана, наследный принц. Дяде твоему султану, конечно, виднее. А что до шех Заде Хасана? Я видела, он приветлив с тобой более, нежели пристал и кузенам. Ох, все тебе посягательства на мою честь мерещатся. Хасан со всеми мил, не только со мной. Наставница вдруг понизила голос и заговорила вкратчивым тоном. Честь девичью следует беречь. Да не переберечь, срок у нее быстро выходит. А выбирать, кому она достанется с умом надо. Вот Хасану так и стоило бы. Не могу поверить, что слышу от тебя такое. Уж послушай, старуху, слухи ходят, что султан Мурат престол оставить хочет. Тягостная ему власть. Хасан на престол взойдет, а ты можешь стать женой султана. Это тебе не пленный сирота, Аслан? Лаля вспыхнула, сжала кулачки и топнула ногой. Аслан хоть и пленный, но сын царя, а я, между прочим, тоже сирота. А Хасану есть из кого жену выбирать. Целый гарем их у него. Я пойду, Шахихатун. Сегодня нельзя опаздывать. Лаля решила срезать путь до конюшни и побежала через чащу сада. Внезапно впереди в зарослях цветущего Алеандра послышались тихие голоса. Интересно, кто там? Посмотрю быстренько. Лаля осторожно отодвинула ветки, увешанные пахучими цветами, и увидела парочку, слившуюся в страстном поцелуе. Это же Софие, дочь великого визиря Халель Паши. А что за мужчина с ней? Великий визирь, главный министр и советник султана. Девушка, заметив Лаля, громко вскрикнула, спряталась за спину кавалера и запричитала. Отец теперь все узнает, он зашлет меня, а с тобой что сделает? София горько расплакалась, мужчина обнял ее и стал утешать. Успокойтесь, пожалуйста, София Хатун. Я не собиралась ничего говорить вашему отцу. Правда? О, я так вам благодарна. София просияла и вытерла слезы рукой. Но место для встреч вы, конечно, неудачно выбрали. Я знаю получше, покажу потом. А сейчас извините, бегу. Как вам известно, сегодня урок верховой езды состоится не на школьной площадке, а на большом ипподроме. Хаджам, учитель, почтительное обращение к наставнику. Мы поедем туда узкой лесной тропой. Так что прошу разбиться на пары и ехать строго подвое. Из-за остановки в саду Лалея опоздала. Все ученики дворцовой школы уже были при конях. Лалея Хатун, смотрю, у вас были дела поважнее нашего урока. Что ж, из свободных коней остался только Бардуш. Или Бардуш? Деваться было некуда. Лалея запрягла и вывела на площадку оставшегося коня. О, господи. Красавчик. Рядом прогорцевала красивая черная лошадь, и из-за ее гривы показалась косматая рыжая голова Аслана. О, Ржуля. Прикольный. Вот так скакун тебе достался. Ну, грива слегка ободрана. Хотя, кого я обманываю, он ужасен. Особенно рядом с твоей Гидже. Ну, грива слегка ободрана. Да брось, не важно, какой у тебя конь, когда ты сама такая красавица. Спасибо. Ой, гляди, у Гидже подпруга совсем протерлась. Еще немного и порвется. И правда, как я не заметил. Схожу за другой. Ждите меня. Аслан ушел. Вскоре к Лале подъехал статный сероглазый красавец и учтиво поклонился. Шехзаде Хасан, мое почтение. Приветствую, кузина. Какой конь у вас, однако? Ну, извините, какой был? Я вижу, вы без пары. Смею надеяться, что вы не откажетесь ехать со мной. Эээ, да, разумеется, это честь для меня. Вернувшийся, Аслан изумленно смотрел, как его подруга уезжает с наследным принцем. Хасан и Лале выехали первыми и прибыли на место раньше остальных. Решили ждать класс в тени леса, возле ипподрома. Любимая гончая Хасана радостно прыгала рядом и вертелась под ногами лошадей, отчего тени довольно фыркали. Потом собака подбежала к Лале и ткнула свой влажный нос в ее ладони. Вы ей нравитесь? А ведь она мало кого признает. Ты такая красавица. Аф-аф-аф-аф. Она мой лучший друг. Одна из немногих, кому я действительно могу доверять. Когда ты наследник престола, все хотят выгоды от тебя, а она просто любит. Вы, наверное, уже слышали, что отец собирается передать мне престол. Да, уход дяди Мурада многих огорчит, ведь он мудрый и честный правитель. Но я уверена, вы станете его достойным преемником. Отец настаивает, чтобы я женился и... Хасан вдруг резко остановился и повернулся к ней. Лале, я уверен, что жены лучше вас мне не найти. Хасан взял руку Лале и прижал ее ладонь к своей груди. В его глазах горел какой-то неведомый ей огонь. Вы не знаете, но вы стали главной причиной, по которой я спешу в школу. Часто я не слышу, что говорит Хаджам Мустафа на уроке, потому что любуюсь вами. Лале накрыла волной приятного тепла и одновременно смущение. Впервые она была так близко к мужчине, впервые слышала подобные слова. Понимаю, это неожиданно, и я не жду сейчас ответа. Но... можно мне вас сейчас поцеловать? Не зная, куда прятать взгляд от стеснения, Лале еле слышно прошептала. Если ты мой родственник, то... это будет очень странно. Ладно, я скажу вам решать. Вы, Шех Заде, превосходите меня и возрастом, и статусом. Разве могу я запрещать или позволять вам что-либо? Ах, я меньше всего хочу, чтобы между нами стоял мой статус. Забудьте о нем. Впрочем, ваш ответ говорит о том, что моя просьба поспешна. Вам нужно время, и я готов ждать. Но прошу, подумайте о том, что я говорил ранее. Занятие с лошадьми длилось уже почти час. Время шло к полудню. На огромном ипподроме не было ни деревца. Ученики и лошади изнывали от жары. Только учитель Мустафа, сидя в тени большого палантина, который держали двое слуг, чувствовал себя отлично. Что за постные лица? Вы ученики дворцовой школы великого султана Мурада II. Гордость и будущее блистательной Османской империи. Ладно, десять минут перерыв, а потом снова на коней. Лаля спешилась и стала налаживать уздечку своего скакуна. Аслан стоял неподалеку, но, заметив Лаля, отвернулся, делая вид, что занят. Аслан, прости, что так вышла на конюшне. Я ведь ждала тебя. Но не могла отказать Шагзаде. Ты же понимаешь, есть этикет. Аслан повернулся к Лале и посмотрел ей прямо в глаза. Я не умею на тебя обижаться, ты ведь знаешь. Но скажи, Лале, если бы ты не чувствовала, что должна ждать меня как друга, если бы не было этикета и этих дурацких условностей, а был бы просто я, просто Хасан и просто ты, никому и ничего не должное, с кем бы ты тогда поехала? Аслан впервые за годы их дружбы говорил с ней так серьезно. Лале поняла, что не может солгать или уйти от ответа. Да не хочу я сейчас ничего выбирать, я хочу узнать вас немножко, увидеть ваши характеры. Некоторые выборы в прошлом серьезно влияют на события и отношения героев не только в самом, в самом прошлом, но и в будущем. Выбирайте с умом. Я бы поехала... Скорее всего с тобой. Ты ведь мой друг? Это ведь что тогда значит? Внимание наследного принца, такого взрослого, блистательного юноши, конечно, мне приятно. И я люблю его, как кузена. Но кто всегда со мной рядом, выручает, смешит, утешает? Это ты, Аслан, мой лучший друг. Аслан вдруг схватил Лале за талию, поднял и со смехом закружил вокруг себя. Когда Лале вернулась на землю и поправила одежду, она заметила. В нескольких метрах от нее стоял Хасан и внимательно наблюдал за происходящим. Шех Заде, вы что-то желали? Ничего, Лале Хатун. Я просто хотел спросить, не видели ли вы мою гончую? Хасан очень огорчен твоим отношением. Но кажется, нет. Ведь вы были заняты. Хасан зашагал прочь. Вокруг резко потемнело и запахло дождем. Небо покрылось страшными черными тучами. Острая полоса света рассекла горизонт. Гроза, все на коней! Скачите в сторону леса! Голос учителя утонул в раскатах грома. Лале, уходим. Ипподром самое опасное место в грозу. Иду! Стало темно, как ночью. Дождь захлестал с невероятной силой. Это была просто стена воды. За пару минут поверхность ипподрома превратилась в скользкую жижу. Ноги людей и лошадей увязли во влажном месиве. От очередного раската грома конь Лале вдруг испугался и встал на дыбы. Поводья в руках Лале дернулись, потянув ее за собой. Еще секунда, и она упадет прямо под копыта. Ох! Держись! Аслан схватил поводья и помог Лале удержаться на ногах. Почувствовав сильную руку, конь немного успокоился, и они смогли продолжить путь. Расстояние до леса было меньше трехсот аршин, но казалось бесконечным. И вот, наконец, показалась спасительная кромка леса. Под густыми кронами деревьев поток дождя ощущался гораздо слабее. Студенты, наконец, смогли спешиться. Вдруг в голову Лале пришла мысль, от которой она похолодела. Хасан! Где Хасан? Кто-то видел, шех Заде? Вдалеке одна за другой сверкали молнии. Сердце Лале защемило. Все пришли в движение, оглядывались в темноте, в лица, тормошили друг друга с одним и тем же вопросом. Но скоро стало ясно. Хасана с ними нет. Увы, да гадка Лале подтвердилась. Он пошел искать свою гончую. Он не мог оставить ее одну в грозу. Ага, девчонка сама пойдет за ним, конечно. Они просто не допустят этого. Надеюсь. Я иду за ним. Аслан крепко схватил Лале, не пуская ее. Сейчас ты не сможешь ему ничем помочь. Никто не сможет. Все равно, я хотя бы попытаюсь. Я с тобой. Хаджам Мустафа выглядел очень испуганным и о чем-то торопливо переговаривался с Бостанджи... Бостанджи... Бостанджи? Что это? Сопровождавшими глаз. Бостанджи... Гвардейцы дворцовой охраны. Солдаты пойдут с вами. Снова нырнули в поток дождя, где невозможно было что-либо разглядеть даже на расстоянии вытянутой руки. Лале понимала, что Аслан прав, но продолжала идти, потому что не могла оставаться на месте. Аслан шел рядом, поддерживая ее своей твердой рукой. Бостанджи брили позади. Гроза пошла на спад так же резко, как началась. Лале услышала громкий лай, и откуда-то выскочила гончая. Милая, хорошая, покажи нам, где твой хозяин. Собака беспокойно юлила у ног, жалобно выла и вела куда-то в туман. Через несколько метров Лале и остальные увидели. Хасан лежал на земле без признаков жизни. Ого! Аслан и Бостанджи бросились к Хасану. Они склонились над ним, что-то делали, тревожно шептались. Лале же окаменела, не могла шевельнуться и сдать хотя бы звук. Вскоре Аслан медленно подошел к ней, взял ее за плечи и тихо произнес. Хасан погиб от удара молнии. Да ну нафиг! Как это страшно! Гончая скулила и выла, суетясь вокруг хозяина. У-у-у! Ее голос отдавался мучительным эхом в голове Лале. Лале чувствовала, как ее ноги слабеют, все вокруг плывет и уносится вдаль. Перед тем, как совсем отключиться, она откуда-то издалека услышала голоса, обрывки фраз. Третий погибший сын султана. Проклятие. Злой рок. Империя осталась без наследника. Без наследника. Без. Вокруг все тряслось, а я с трудом открыла глаза и поняла, что трясут меня. Это был Смотритель. Наше время, Румыния. Город Брошов. Милая, я не против, что ты тут уснула, но уже вечер. Вечер? Я не могла столько проспать. Ну, у нас воздух тут такой... Кхе-кхе... Горный. Я вспомнила о Миле и Лео. Наверное, они меня обыскались. Простите, мне нужно позвонить. Разумеется. Я набрала Миле. Пять, десять гудков. Ответа нет. С досадой поняла, что номер Лео не записала. Голова гудела, мысли крутились бешеной каруселью. Господи, что это было? Точно не сон. Все было реально. Я видела прошлое? Почему тогда в нем была я? То есть не я, а Лалея. Но все равно это я. Лалея, это будто я в прошлой жизни. Но я же не верю в прошлые жизни. А Аслан, это ведь Лео? Как он там оказался? Смотритель глядел на меня хитрым, внимательным взглядом, будто что-то хотел сказать. Скажите, эти картины, откуда они у вас? О, один прекрасный молодой человек передал их музею из своей частной коллекции. Знаете, это удивительно. Музей существует здесь многие годы, но теперь власти решили забрать здание. Дали нам право выкупа, но средств у музея нет. Не на что выкупать. А тут появляется этот чудесный юноша, словно добрый ангел. Говорит, финансами помочь не могу, но вот вам картины, продайте и деньги ваши. Да, мол, они испорчены, но покупатели все равно найдутся. Писать людей при дворе османского султана означало верную смерть. Кем бы ни был автор этих картин, он ходил по лезвию ножа и, кажется, стал единственным таким смельчаком за несколько веков. Почему вы решили искать покупателя в США на другом конце света? А то же он посоветовал. Вот, говорит, галереи, которые не постоят за ценой. И правда, господа Плум и Винсент даже не торговались. Имя чудесного благотворителя, конечно, осталось тайной. Разумеется. Ты узнала важную информацию. Сделку оформили быстро. Винсент уже перевел насчет музея нужную сумму. Я собиралась уходить, когда меня окликнули. Лайя, вы, конечно, слышали эти расхожие выражения «искусство творит чудеса» или «искусство – это машина времени». Знаете, иногда они могут быть буквальнее, чем мы себе представляем. Что вы хотите сказать? Просто мысли вслух. Удачи вам, Лайя Бёрнелл. Найти такси для поездки обратно не составило труда. Дорога была долгой, но без приключений. И вот я снова у нашего отеля. Вы можете сменить одежду и прическу, бла-бла-бла, да, конечно. Телефон в дороге полностью разрядился, так что я по-прежнему не знала, как дела у сестры и Лео, и это меня тревожило. Надеюсь, они не подняли на ноги полицию в поисках меня. К отелю подъехала машина. Из нее вышли две знакомые фигуры. Лео, Милли, я тут. У меня все в порядке. А вы только сейчас? Господи, что с тобой, сестричка? Ой. Ой. Милли была растрепанная и заплаканная. Все тело и лицо в ссадинах и царапинах, кое-где запекшаяся кровь. Что, черт возьми, произошло? Лео, хоть ты не молчи. Она... Ее... Меня в лесу пытался убить вампир. Вампир. И Лео ей поверил вот так сразу, да? Девочки маленькой, ни с того ни с сего, они приехали искать вампиров. Ну, я, конечно, понимаю, что это правда, скорее всего. Но я бы не поверила ребенку, что ее пытался убить вампир. Скорее, я бы подумала, что это какой-то маньяк. В общем, ребят, ждите следующую серию, скоро она будет. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!